Трансформируемся в гиперслона. Он стоит еще больше и толще. Он будет и черным, и белым. У него будет 6 лап, а то и 8, и 2 хобота. Это будет такой гиперслон. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Shelter 3. Кажется, у нас остался последний эпизод. Последнее путешествие, последний поход и исход этой части, которая значительно отличается от всех предыдущих частей. На самом деле, тут все игры, все части Shelter очень отличаются друг от друга. Я, если честно, я очень что-то не хотел записывать это видео, так как я боялся, что сейчас по моей причине, по моей вине точнее, все будут гибнуть. Но посмотрим, но посмотрим. Может быть, все будет не так страшно. Может быть, я просто боюсь. У страха глаза велики. Нам надо идти вот туда. Разворачиваемся. Надо всего лишь пройти через бамбуковый лес. Никто не хочет пить. Это хорошо. Я предлагаю пройтись вот здесь, по этому бамбуковому лесу. Тут вон, вижу, да, фрукты растут. А так потом просто ничего. Хотя, возможно, у меня еще не прогрузилось. И не спрашивайте, о чем я говорю. Не задавайте вопросов. Только я один слон знаю, что это такое. Что это за мир? Почему он такой странный? Думаете, слоны просто дольтонят? Думаете, слоны так видят мир? Нет. Это всего лишь человеческое восприятие. Слонячьего восприятия. Все потому, что это... Игра. Но не говорите моим соплеменникам. Не говорите им, они не смогут этого пережить. Бобби не смог, например. По-вашему, он умер от голода? Нет. Когда шкала опустилась до нуля, он вообще, в принципе, заметил шкалу. И задался вопросом. Что это? Сам вопрос его настолько перегрузил, что не получив ответа, он скончался. И нашли фар. Вот и фрукты. Давайте зажремся. А вон вдалеке я уже вижу еще. Так что, по ходу путешествия будет максимально комфортным и легким. Кушаем. Эх, какие путешествия скучные стали. Что дома сидели, жрали, гуляли просто так. Безопасности. Что в путешествии. Никаких приключений. Хочется чего-нибудь захватывающего, да? Вон когда Бобби погиб, например. Нет, ладно, шучу. Это было не захватывающе. Это было чересчур. А, смотрите, как много фруктовых деревьев. Вообще можно не париться? Я думаю, до этого можно тупо добежать. Опа, вода. Скорее попить. Аккуратнее, не разрушите бамбуковый лес. Да, да, неважно. Я пол лужи высосал просто. У нас тут, походу, будет дефицит воды. Но вода нужна, чтобы я мог кормить. Так, ну-ка, давайте все быстро ко мне. Построились. Здесь как-то тревожно. Мне не нравится здесь. Ей-богу, у вулкана было гораздо спокойнее. Что это? О, нет. Да ладно. Кости. Ребят, мы ступили на вражескую территорию. Ступили на вражескую территорию. И этим самым мы дико ступили. Надо было идти домой. Хорошо, хорошо. Все, все окей. Не паникуем. Какая грязюка. Здесь была вода, судя по всему, раньше. Я посоветовал бы вам эти кости надеть на себя как щит. Костяная броня. Вот круто было бы, да? Ну ладно, мы не настолько продвинуты еще пока. Пей, пей, сынок. Ай умница. Так, ребят, это прям реально очень жутко. Я переживаю. Я слишком погружаюсь в игры. Зачем я это делаю? Надо абстрагироваться. Эй, Евгений, обычный чувак. Сижу за компом в трусах. Что, вы думаете, я не в трусах? Вы ошибаетесь. В самых настоящих. Так, погодите. Мы можем сейчас прям направо завернуть. И кажется, мы выйдем на более-менее безопасную дорожку. По крайней мере, которая не будет смердеть смертью. Все на месте? Будьте ближе, я прошу. Перекличка. Окей. Смотрите. А, вот здесь можно выйти. Прекрасно. Какой я не глупый лидер. Зажираемся. Мне не придется везти своих через вот эти вот трупные места. Все, поели? Окей. Теперь идем сюда. Такое ощущение, как будто мы обратно к вулкану. А, нет, нет. Вон дым. Мы же далеко отошли. Слушайте, мы идем так медленно, но так далеко отходим. Тише едешь, дальше будешь. Вот оно. Все верно. Я тебя прошу, не ори. Не нервируй меня. Орать могу только я, когда требую перекличку. Или требую построиться. О, тупик? Ой-ой-ой, тут тупик. Солнце смеется над нами. Смотрите, оно прям все дрожит, как желе и ржет. Мы зашли в тупик, тем самым немножко шкалы голода потратили. Но нет, тут то было. Я оставил про запас немножко фруктов. Ням. Кто теперь смеется с солнца? Не отходите далеко, не отходите, пожалуйста. Нас осталось не так-то и много. Три сопляка и одна старуха и еще один, я не знаю, сколько тебе лет. Вот не знаю, правда. Ты вообще самка или самец? Если самец, то я по идее самка, так что ты мне еще нужен. У нас слон еще не определился со своей гендерной принадлежностью, поэтому не задавайте вопросов. Нам придется идти в обход. Тут слишком много слонов погибло. О, боже мой. Кажется, тут будет кто-то, кто жрет слонов. Но кто? Осмелятся? Разве только не другой слон? Я же помню, в самом первом выпуске я предлагал начать становиться платоядными. Самое время начинать. Поэтому, ребят, когда увидите кого-то, кто выглядит враждебно, пожалуйста, жрите его. О, фруктовое дерево. Вообще не паримся. О, стало снова светло. Но мы, походу, вообще идем не в ту сторону. Только сюда и могу. Может быть, нас в обход ведет? Какой-то жесткий обход. Здесь карта тупо заканчивается. Не, ну мы можем идти дальше. Это нас только отдаляет от цели. Это западня. Я вам точно говорю, это западня. Уходим. Трансформируемся в гиперслона. Он стоит еще больше и толще. Он будет и черным, и белым. У него будет 6 лап, а то и 8, и 2 хобота. Это будет такой гиперслон. Мы сможем прям над джунглями шагать. Кто помнит старую рекламу аэрофлота? Когда такой слон просто взлетает, и это реклама аэрофлота. Что даже слоны летят. Вроде прикольно. Прикольная идея. Как бы говорить нам о том, что хоть их самолеты не отчесаны, огромные куски металла, но они все равно полетят. Ох, зря я сюда попер. Там еще огромная просто карта вдалеке, но нужно идти вот сюда. Мы на какую-то горку забрались. Вон, видите, где вулкан? Вон, вон аж где. Ни хрена, мы далеко ушли. Теперь мы опять спускаемся в эту стрёмную местность, где куча трупов слонячих. Я думаю, нам стоит вернуться к вулкану и пойти другим путем. Так. Малыш! Малыш, какого хрена ты там ходишь где-то? Фу, я испугался, я думал потерял его. Малыш, ты перестань так делать. Мне крайне неприятно, когда ты пытаешься улизнуть. Где еще один? Так, собрались! Мразота! Вас так плохо ведь видно здесь. Это не самое лучшее место, чтобы теряться. Я понял, для чего здесь эти кости лежат. Это не угроза, что тут хищники, а скорее всего это заблудившиеся слоны. И мы рисковали так же заблудиться, уйти просто фиг знает куда, а потом не вернуться. Потому что мы бы шли и ели, ели, ели все, что на пути бы повстречали. И не выжили бы в итоге. Подохли бы. О, смотрите, фрукты. Надеюсь, они не протухли и не испачкались сильно. Ну что, подуем на них. Все, нормально. Немножко песочка еще никому не повредило. Блин, смотрите, еле иду. Еле иду, прямо сейчас погрязну в этом всем. Бить. Ладно, давай, бегать. Мы, считай, спустились с вулкана. И пошли в тот раз в эту сторону. Но сейчас мы идем вот сюда. Да, да, смотрите, вон там даже проход виден. Сквозь бамбуковую рощу. Что? Что это значит? Это дождь начался. Блин, вы видели этот хобот? Я подумал, что это какой-то змей огромный на меня идет. А, периферическим зрением прям. Кто это? Маленький кролик. Ты один здесь. Один и помрешь. Ничего не поделать. Надо быть со своей стаей. О, совсем плохо стало. Окей, все на месте. Музыка. Музыка дает нам понять, что все плохо. Это все лишь попытка нас деморализовать. Давай, кулаки сжали. О, птица. Чуть в оператора не попало. Так, отзовитесь, ребят. Все на месте? Все? Слонящее зрение показывает, что все на месте. Во, кажется, теперь мы на верный след напали. Так-то, конечно, здесь скрипово, но я вон видел только что кролик маленький прибежал. А если здесь такие маленькие зверята существуют спокойно, то вообще пофигу. Либо он носится тут такой. Я заблудился, помогите! Но я кроличьего не понимаю. Я интерпретирую по-своему. Вот детишки, нифигасе, сшибаю деревья. Хорошие. Все в мать. Отец бы вами гордился. Если бы он вас не кинул, конечно. При этом сказав, мне наплевать на этих детей. Даже если они вырастут лучшими в мире слонами, мне наплевать. Я не буду гордиться. Это, знаете, такой тип отцов, которые всегда разочарованы. Что бы ты ни сделал. Вот, мы пришли, кажется. Блин, если бы не попер в то место, мы бы гораздо быстрее сюда пришли. О, хорош. А где звездочка? Погодите. Стоп. А где звезда? Без звезды? Рева, мы на месте. Посмотри, как здесь прекрасно. Что? Прекрасно? Чего? Подойди ближе. Они ждут. Какое там прекрасно? Там трупы слонячие. Ты видел вообще, нет? Они ждут. Шкала. Она исчезла. Можно спокойно идти. Все, голод нам больше не страшен. Почему? Мы что, сдохли? Надеюсь, нет. Ты почему такая игра? Что ты делаешь? Зачем ты так... Этот пророческий дух просто нас... Он угорал над нами. Он такой... Все, приколюсь. Позырьте. Да, да, да. Там слоны все тусят. Вот они. Сюрприз. Почему-то так поступила жестокая игра. Это что, дерево предков? Что это за... Почему луна прям на горе? Нет. А вот старушка наша пришла такая... Твою мать. И умер. Да что за говно? Она что, просто попросила нас сопроводить ее к месту ее гибели? Духи. О, нет. Слишком много вас. А куда мы теперь идем? Мы идем прочь. Мы просто сопроводили ее, чтобы она умерла здесь и присоединилась к предкам. Я правильно понял суть игры? Как бы из-за нее Бобби погиб. Ну, из-за этого путешествия. Стоило ли всех напрягать, даже детей, ради этого? Я пытаюсь освежить у себя в памяти все слова, что она говорила. Все тексты, которые мы читали. Так обидно. Ну, в смысле, то, что вот она, старушка, присоединилась к предкам на кладбище слонов. Ощущается, что это как бы правильно, это, это нехорошо. В плане, что это так вот, она завершает свой круг жизни и присоединяется к духам. Остальные продолжают свою жизнь дальше. Возможно, Рева будет следующая. А как же Бобби? Если он умер не здесь, не возле этого дерева. Он затерялся навсегда в пустыне. Как всегда, Шелтер оставляет такую, знаете, горчинку после своего прохождения. После завершения этой игры горчинка всегда остается. Есть в то же время какое-то чувство, что вот жизнь продолжается. Но это вот такая ложка дегтя всегда здесь есть, присутствует в этой бочке. И на самом деле это большая сила духа, вот, увидеть. Мы, мы на самом деле со слонами шли через просто огромные поля, где животные ничего не хотят делать. Все в унынии в каком-то лежат. Там некоторые только бродили, остальные все просто валялись на земле и втупляли. Словно реально смирились с тщетностью бытия, вокруг смерть, вокруг опасность. И к чему все это? Но только мы с вами, сопровождая этих слонят, мы смогли увидеть какую-то оптимистичную нотку в этом всем и продолжить жить. Найти в себе силы, продолжить жить. Вот наша задача, друзья. В нашей уже с вами жизни. Да, ты мозгом понимаешь, как все устроено, но есть нечто большее, чем просто факты. Факт. Факт есть такой. Все пусто, все бессмысленно. Мы не видим смысла никакого. Мы не знаем, для чего все это нужно. И все указывает на то, что и особо и нет смысла что-то делать. Потому что один конец. Но факт это... Фак. Пошел ты факт. Надо искать всегда что-то большее. Отсюда и есть такое выражение. Мыслить за пределами коробки. Потому что факты говорят, что ты в коробке находишься и вот они стены, потолок, пол. Все. Но есть там что-то еще. Оно всегда там есть. Помните об этом, друзья. На этой оптимистичной, несомненно, ноте мы заканчиваем с вами прохождение Shelter 3. Я получил массу удовольствия. Надеюсь, что и вы тоже. Я вспоминаю весь этот путь, который мы с вами проделали во всех Shelter. Первая, вторая, пауз. И вот Shelter 3. И такая ностальгическая слезинка где-то там внутри капнула у меня в душе. И давайте вспомним все эти прекрасные моменты. И трагичные в том числе. И на этом закончим Shelter. Стагрейза, ненавижу вас. Отвернитесь, пожалуйста. Я хочу полизать тебе единички. Ой, мама! Крой! Ох, ех! Не сожрали всех моих детей. Я маме поймал и приду старый. Мы подкрадимся к большому самцу. Знаешь, у меня есть логово. Я просто лягу рядом с ним. О, я спал с его! Я же вершина пищевой цепи. Ммм, храный хищник, ты бы видел, как я жрал лягушек недавно. Опа! Ой, придурки, вы медленные! Нет, оттого смыло! Лучше сгореть, чем умереть в лапах орла. Пепел повсюду летает. Ты попал в глаз. Нет, я не плачу, нет. Ребят, ну нет! Бегите, мои дети! Я поел. Я его сбил. Ай! Да! Нет! Нет, ты же не будешь. Он хочет кушать. Все, теперь ты мой друг. Мы проводим этот лес. О, я тоже могу помогать ему. Да, блин, пока мишка. Выдачу свою задницу из моего хобота. Ты кали в сторону. Ахахахаха! Нет! И всем в пять! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok